Девушки отдыхают От них сходила с ума вся страна Они как марионетки в его руках Они выходили на сцену в одних трусах И любили друг друга на глазах у миллионов зрителей Ну я считаю, что этот успех в принципе очень тяжело перебить, если вообще возможно Им подражали и заваливали цветами Но никто не знал о том, как невыносимо порой им было прикасаться друг к другу Она все время была в таком каком-то вот разочаровании, ужас, обида какая-то В 2009-м девочки официально заявили Группы Тату больше нет Теперь постель и деньги только в рост Как говорится, тебе нельзя было инноваться Они встретятся снова Спустя 4 года Ты кахалюсь? Да, я пойду Какие обиды Юля и Лена до сих пор не могут простить друг другу А вот это вот, вот это вот, да что такое Как пройдет их первое за долгие годы совместное выступление И станет ли оно шагом к примирению самых эпатажных девушек на российской эстраде Восемь утра Международный аэропорт столицы Румынии, Бухареста, заполнен журналистами Кажется, Лена Катина ожидала более теплый прием 2002 год, та же Румыния Тогда группа Тату была популярнее всех футбольных команд мира Все изменится в 2009-м Продюсеры поймут Зрителей уже не удивишь поцелуями двух девочек Лена, в принципе, не ложь доверить на их отношения Концертов становится меньше А скандалов все больше Когда я там могла сказать Знаешь, я не плечу на этот концерт, не хочу Я там приходила на фотосессию, нетрезвая И она все время была в таком каком-то вот разочарование, ужас, обида какая-то Между ними до сих пор будто черная кошка пробежала За пару часов до первой за несколько лет встречи Лена словно и не помнит о Юле Она ей больше не нужна Но в одиночном плавании Лене приходится не сладко Перед важным выступлением ей не дают даже личного парикмахера Все проблемы с организаторами у Румынии Лена решает напрямую Другое дело Юля Волкова Кажется, она не привыкла думать ни о чем, кроме развлечений Все дела через помощницу Пара вопросов о расписании и Юлю везут в отель В тот же, где уже отдыхает Лена Впервые за несколько лет они выступят совместно Их пригласили стать хедлайнерами румынского музыкального шоу Если раньше они спали в одной кровати То сегодня номера строго отдельно Ну что, идем на ужин? А там, очевидно, нас ждет сюрприз Они не виделись с Леной больше двух лет Но Юля, кажется, совсем не волнуется Такая смена обстановки Мы просто после Украины приехали У нас был тур И мы, конечно, такие первый день еле живые Классно через зеркало, кстати Случайно записанные кадры Сильная и равнодушная Волкова дает слабину И рассказывает о том, как несколько лет пыталась посмотреть в глаза бывшей подруги Десятый год, я ей позвонила поздравить с днем рождения Она была в Москве Потому что в 11-м году у меня не было ее телефона И как-то мы не общались Не поздравлялись с 19-м году тоже И не она, не я не их И я ей говорю, позвонила в зале Там, ну, был в вечер, я пленок Что ты, она была в Москве? Да нет, я вот скоро Я говорю, ну, давай, может быть, сходим Слушай, я не знаю, у меня сейчас столько всего Если будет время, сходим Она слишком устала стучать в закрытую дверь Девочка выросла Кеды давно сменились на каблуки Невинную улыбку даже не разглядеть за ярко-красной помадой Здесь вкусно? Проснулся сразу, да? Она звезда Давай закрутим землю Под собой Давай закрутим тему Про любовь А Лену она пытается воспринимать как часть своего пути Которая давно осталась в прошлом Когда-то они вместе сходили с ума Подхарелие простые движения Я продолжаю И за руку бежали от всего мира Я сошла с ума Я сошла с ума Я сошла с ума Я сошла с ума С Леной, в принципе, не было уже доверительных отношений, потому что было наркотики до этого. Во-вторых, я понимала, что, в принципе, для меня проект стал какой-то ношей в этот момент. Мне перестало быть интересно. Взрослеем, нокаут, уже там, конечно, последующие альбомы не были настолько успешными, насколько был первый. Потому что, ну, я считаю, что этот успех, в принципе, очень тяжело перебить, если вообще возможно. Да и, собственно, цель такой не стоит. Но, наверное, где-то в душе мы надеялись, что вот сейчас опять бум, и вот так же, да, вот снова здорово. Не случилось. И какие-то вещи хотелось сделать по-другому. Ну, короче, там много всяких нюансов. И мы просто сделали собрание, и поговорили, и решили, что все, мы разбегаемся. Почему на самом деле распался самый успешный дуэт на российской эстраде? Как хорошо. Это нельзя было виноваться. За что девочки недолюбливали друг друга все эти годы? Нет таких качеств, чтобы я меня и ценила. Для меня. Есть пустота. Вот стенка. И как страшный диагноз изменил властного продюсера группы Тату? Я не рассматриваю, как расплатываю, как награду. Смотрите после рекламы. Лена Катина. Скромная девочка с румяными щеками. Ангел на фоне худой и неуклюжей Юли. Травка. Отдыванчики. Ой, я хочу уже вблезти веночек. Лена, там у нее есть батюшка, да? Не знаю, до сих пор у нее есть нет, был. Она в Москве там ходила, исповедовалась. Там вот мне приходится на сцене играть. Лесбиянку. Это же грех. Но Юля уверена, Лена пытается быть хорошей для всех. Формально кается и продолжает зарабатывать деньги на образе девушки без комплексов. Мы все с вами очень разные. Мне кажется, что сейчас очень важна эта разность уважать. Мы не должны оставаться равнодушными к агрессии по отношению к ЛГБТ-комьюнити. ЛГБТ-комьюнити. Общество людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Юля, как и Лена, никогда не отказывается выступить перед такой публикой. У меня позавчера было... Я уже спуталась там два восприняя за ночь. Одна из них была в гей-клубе. Я так кайфанула. То есть мне казалось, что я готова продолжать еще петь час бесплатно просто. Вот просто потому, что я начала импровизировать в зале. Мы спели мальчики вот так. Я там смотришь нежно, ждешь его внимания, чувства те же. То есть у меня даже голос бы порезался. Казалось бы, обе любят сцену, обе любят деньги. Так почему же за долгие годы им так и не удалось полюбить друг друга? Это написано в программе у продюсера и двух участников, естественно, нулевые периоды. Нулевые периоды, солнце, они написаны в личных программах. Поэтому, как говорится, это было предупределено. Это избежать было невозможно. Группа Тату распалась в 2009-м. Не самый удачный год для всех участников группы. В нумерологии есть такие расчеты с Луной и Солнцем. Луна – это то, что должно быть по роду. Это программа кармическая по роду. Солнце личное. Личная программа всегда должна доминировать над программой кармической. А это период был 6 луна, Солнце – 0,8. Вот он, конечно, в 2009-й год оказался роковым и неудачным для Юлии и в целом для группы Тату. Вот он объяснение. И самое интересное, если рассчитать дальше Елену, то же самое, то же самое, этот период Солнца нулевого в личной программе, то же самое у Елены. Но Клара уверена, все началось гораздо раньше. Конфликты у девочек были с самого начала. Если рассматривать, допустим, то же самое Юлию Волкову, технический расклад ее даты 279-10-35 и Елены 279-19-10. Вот она совместилась по цифрам. По всему выходит, они созданы друг для друга. Но при детальном разборе, понятно, вместе им было очень не сладко. Елена Катина, раз, два, три, четыре единицы, у нее волевой характер. И она пренебрегала и Юлией, и Иваном Шиповаловым, и Борисом Ренским. Почему? Потому что Елена, четыре единицы, как правило, такие люди, они самодостаточны. И, соответственно, если в партнерских отношениях у кого-то недостаток единиц, соответственно, кто-то кем-то пренебрегает. Вот она как раз пренебрегала. Когда вы задали вопрос, что ты ценишь в России, нечего ответить. Нет таких качеств, чтобы я не ценила для меня. Есть пустота. Вот стенка, да, она белая. Класс. Как я ее ценю? Никак. Ну, может быть, розовый. Теоретически. А может, она еще красивее станет, когда она будет розовый. А может, подрисовать там звездочку. И захочется прийти сюда и смотреть на эту стену. Сейчас, пока. Я не могу сказать, что она плохая. Я не сказала, что Лена плохая. Но нет того качества, чтобы я в ней ценила. Нету его. Да, добрая, да. Ну, много добрых людей. Да, такая вся вот. Такой Мишка, вот как у Мистера Бина. Такой плюшкой. Добрый, такой хороший человек, да. Таких людей много. Но вот того, чтобы меня покорила в ней. Ты согласна. 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 По словам Клары Кузденбаевой, именно Лена манипулировала всеми в коллективе. Это категоричность, гордыня, амбициозность. А для женщин-тысячников, конечно, сложно с чем. Они считают лучше себя остальных. И ее отношение также к Юле было с пренебрежением, потому что Юля одна единица. Соответственно, Юля тот человек, который при всем при том, что обладающая громадной энергетикой, то есть у него сексуальная энергетика, талантом, чувствительность. То есть девочка душевная, но она это с большими комплексами, потому что недостаток единицы, соответственно, оказывает влияние на жизненную программу. Это люди такого типа, они бывают закомплексованные, лично утверждающиеся по жизни. Юля действительно всегда привлекает к себе внимание. Любит шокировать и удивлять. Даже сегодня, после долгого перелета и бессонной ночи, она выглядит на все сто. Уверенной походкой девушка идет в ресторан пятизвездочного отеля. Да, мы дико голодные. Сейчас они с Леной впервые за два года увидят друг друга. Привет! 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 Так, аллёська! Привет! Причем на уху. Скочил? Будем делать. Самолёт. Будем делать. Встала? Да, я пойду. Ладно, сейчас. Робот, мы тоже после поездок. Но разговор совсем не клеится. Неловкую паузу пытается прервать Лена. Я пойду. Пожалуй. Окей. А Юля, как и много лет назад, не понимает, как можно отказаться от общения ради того, чтобы поспать. Ты ничего не понимаешь? А? Ты ничего не понимаешь? Так я смотрю. Хочется уже поесть и в казино пойти поиграть. Поговорим. Сегодня сложно представить двух более разных людей. У нас нет ничего одинакового, кроме, наверное, любви к сцене. Лена почти не общается с журналистами и старыми знакомыми. Не ходит на тусовки. Я очень устала. Мне нужно отдохнуть. Мне нужно мое время. Мне нужно спать. У меня 28 лет. Я хочу сохранить свою молодость и красоту. Для того, чтобы это сделать, нужно обязательно высыпаться. Упёртость в характере вообще по жизни Лены будет мешать. Как правило, такие люди абсолютно не разбираются в людях. Они ими могут управлять. А управлять каким образом? Они подвержены лезть. Лену давно взяли в оборот американские продюсеры. Они внушают ей. Гениальнее певицы нет. И, кажется, Лена верит. Выступает народная артистка России. Лена Катина. Она работает в новой студии и живёт за тысячи километров от Москвы. Мне только что дали в руки камеру. И велели самой себя экспромтом снимать. Снимаю. Что вам ещё рассказать? Лос-Анджелес. Тепло. Она уехала из столицы сразу после распада группы. Решила делать сольную карьеру и без раздумий взяла билет за океан. Очень легко, потому что там музыканты живут. Если бы они жили в Лондоне, я в Лондон поехала. В Париже, знаешь, в Париж поехала. Как так сложилось? То есть происходят какие-то вещи, которые ты не контролируешь. То есть они просто случаются. Да, пишем. Ну, можно о том. Да, ещё раз, Лена. Послободнее, пой, и получится. Где сыграть мелодийная пианино? А ну дай послушать. А я уже сказал, ничего не скрывал и не врал. Вот, поэтому правду и повторять это, считаю, просто это будет неприлично с моей стороны по отношению к вам и к зрителям. Иван Шаповалов не любит говорить о распаде своего детища. Наверное, он и сам не до конца понимает, почему девочки так внезапно бросили всё. По-разному. Кто-то говорит, что там что-то исчерпалось, кто-то говорит про наркотики, кто-то говорит про желания. Нет, было бы желание. Вот. Было бы желание. Сейчас у него нет желания разбираться. Единственное, чего хочет Иван – жить. Год назад ему поставили страшный диагноз – рак мозга. Я думаю, это награда, скорее. А за грехи или за дела какие-то добрые, это уже… Я не рассматриваю это как расплату, а как награду. И не жалуюсь. И не жалуюсь. За что наградила его судьба, он и сам не знает. Может, от социума, может, от человека. Это вот такое взаимодействие. Экстрасенс предполагает, после успеха тату, на продюсера обрушился слишком большой поток энергии. Его проклинали родители школьниц. Ведь именно группа «Тату» породила волну интереса к нетрадиционным отношениям. Юлия и Лена знают о том, как нелегко сейчас их бывшему наставнику. Но годы стерли былую близость. У каждой теперь своя жизнь. Это моя комната, где я тамлюсь в долгие часы записи песен. В этой американской студии Лена Катина проводит большую часть своего времени. На этом диване мы отдыхаем, когда мы устали. Он, конечно, не очень удобный, немножко продамленный, и от него болит спина. Но это лучше, чем ничего. Она не избалована вниманием прессы. Инструменты. Девушка с удовольствием проводит небольшую экскурсию по своей маленькой студии. Это привет, было и славя. Это где наш свен орудует всякими разными вещами. Я тут ничего не понимаю. В этой небольшой комнате Лена записывает совсем другую музыку. В ней нет вызова и протеста. Это мое пространство. И сейчас я буду петь. Темноволосая девушка в гробу. Кто это, если не Юля Волкова? Этим видео Лена хотела сказать, пути назад нет. Мы всегда встретим Новый год. Пусть улыбка в каждый дом войдет. Они познакомились еще детьми. Вместе пели в ансамбле «Непоседы». Редкие кадры. Вот Лена Катина с копной все тех же рыжих волос, поет на голубом огоньке. Открывая чудеса секрет. А вот другой концерт. Юля Волкова за руку с Владом Топаловым берет высокие ноты песни о Москве. Не забыть мне московских красных площадей, переугав мостом. В детском хоре они никогда не солировали вместе. Знали только имя друг друга. Иногда говорили привет. Лет с 13-ти обе постоянно ходили на кастинги. В 90-е новые группы создавались чуть ли не каждый день. Мы с тобой эту песню споем. Я такая нахожу, ура, здесь курят. Так вот, то есть мне 14 лет. Я смотрит Ваня. Я начинаю с Ваней разговаривать, ну а ты? Лена меня так берет за руку, мы с ней идем в туалет. Слушай, а я называю его Иван Николаевич. Я говорю, ну здорово. А мне как-то хочется его Ваня называть. Вот Ваня, просто Ваня. Я не хочу больше так. Вот пусть Лена орет, ты мне говорила, вот пусть Лена орет, все. Вот сделай, чтобы Лена орала, мне все равно, я могу внизу петь. Я могу и... Песня не будет, если нахожусь не проорежь, если не хочется. Вот я только что Лена пела наверху. Я не буду орать, Ваня, я не могу орать. Такой была ее первая встреча с Иваном Шаповаловым. Ну с приходом Волкова, конечно, много чего поменялось, потому что я такая девочка, припевочек-скромница. И тут пришла Волкова, а я всех на «вы» называю. Ван, там, Александр. И тут пришла Волкова, да? Вань, ну ты че там? Ну там, Саш, да ладно там. И я такая, ты что их на «ты» называешь? Ну, взрослые мужики, ну я там, шпендик такой малолетний. Ну как ты, почему на «ты»-то? Как мне как-то странно так. Думаю, ну ладно. Лена и Иван Николаевич, как она его называла, были давно знакомы. Нормально. Я есть! Слышишь? Я есть! Волкова сказала, что она раз больше не будет. Ну ты меня так творишь, я тоже не буду. Я право. Она одна из десятка девочек прошла у него прослушивание. И несколько раз озвучивала в студии рекламные ролики. И в итоге Иван использовал мой голос в рекламе и дал мне 200 баксов за это. Ну, мне 13 лет или 14, там, ну где-то около того. Может быть, даже еще и 13 было. Ну, да, так, 200 долларов. Ну сколько, говорит, тебе дать-то? И вдруг дает мне 200 долларов. Я думаю, о, ё-моё, 200 баксов дали. Две фразы спела, 200 баксов дали. Хорошая работа, мне нравится. У Юли не было ничего. Приглашение на кастинг в новую группу стало для нее настоящим подарком судьбы. И чтобы получить эту работу, она была готова на все. За что девочки из Тату до сих пор оправдываются перед публикой? Мы играли роль свою. Такая у нас была роль. Как у продюсера получилось убедить девочек пойти против норм и правил? Марионетки в его руках. Вот он говорил, делайте так. Он сам управлял и мы. И почему сегодня Юля Волкова боится прикоснуться к Лене? Самое главное, я понимаю, что она у меня закрыта. Закрыта сильно, процентов на 90. Смотрите после рекламы. Пепел ждет за четыре года. А можно... Спасибо, мы пошли. Ну это тоже, понимаешь, оно должно что-то произойти на сцене. Ну что-то случится должно. Юля пытается советоваться с Леной, что делать на этот раз, чтобы удивить публику. Но Лена молчит и, кажется, не слышит. Я хочу что-то специальное. Я не знаю. Я думаю. Она скажет об этом организаторам. Скажет директору. Но услышит ли Лена эту просьбу? Стать хоть чуточку ближе. Видите, какая она стала сейчас. И самое главное, я понимаю, что она от меня закрыта. Закрыта сильно. Процентов на 90. С момента их первого поцелуя прошло слишком много времени. Лена давно уже не чувствует тяги ни к Юле, ни к эпатажным поступкам. Ну, он сказал, что будете клип целоваться. Он, это продюсер Иван Шаповалов. Ты знаешь, у меня просто была подружка в детстве. Мы с ней дружили до второго класса. Потом она уехала жить в Германию. Она была моя лучшая подружка во дворе. И, собственно, мы с ней там 6-7 лет целовались. Такое вот было. Поэтому для меня, собственно, поцелуй с девочкой. Ваня эту историю знает. Он мне был чем-то новым. Мы смеялись. Нам было прикольно. Нам было смешно. Зато сейчас им совсем не до смеха. Они давно отвыкли репетировать вместе. Лена тихонько распевается на краю сцены. А Юля не отходит от своей помощницы. Причем так, чтобы это было понятно. Они бы и рады поговорить. Но все разговоры, как правило, кончаются одинаково. Ты надолго? До 15-го где-то января. И обратно, да? Как Катюшка? Институт заканчивает. Ни с кем пока ничего? Держится на политику. Да? Не, ну ничего, господи. У каждого уже свой путь. Не обязательно же, как некоторые. Мы поддевались, что все познавали мир. Лена осуждает не только Юлю. Она уверена, продюсер группы «Тату» тоже живет неправильно. Буквально налипли быстренько обожатели, поклонятели, поклонители. Или, не знаю, не вдохновители явно. Ну, если только на какие-то другие совершенно ненужные и ужасные вещи. Вот. Всем же, ах, ну как же с шиповолом, да в Поднебесном, да посидеть. И там вот эти вот все мешки, чемоданы с бог знает чем там. Ну, для меня вообще, в принципе, это всегда было табу. Не знаю, почему. Она говорит о наркотиках. Лена уверена, мир «Тату» рухнул, когда и Юля, и Иван начали пробовать новые виды удовольствия. И все кайфуют, всем так хорошо, весело, здорово, ё-моё. Ну, вроде как ты смотришь на них, ну да, людям хорошо. И, с другой стороны, я понимаю, что нет. Продюсеру сложно скрыть раздражение от того, что Лена так бесцеремонно рассказывает о его личной жизни. И у меня не было зависимости, чтобы говорить о конкретном моменте. Он ни о чём не сожалеет. И не винит наркотики в том, что сейчас оказался на грани жизни и смерти. Наркотики оправдали вашу надежду узнать что-то новое? Да, конечно, даже, я думаю, любое новое блюдо кулинарное. Он оправдал из надежды узнать что-то новое. Либо то же самое. То есть вы и узнаете что-то новое. А нужно это новое вам? Мне нужен другой вопрос. Полезно это новое для вас, не полезно? Это уже другой вопрос. Юля Волкова уверена, все её эксперименты были только на пользу. Её личная жизнь больше похожа на киносценарий. Очень сильно влюбилась. У меня был тогда молодой человек, свой роман помоляет из очередных. У него была беременная девушка на пятом месяце. Познакомились, тусовались, караоке, тусовки, общение. Потому что будучи там выпившей наркотики, оно вот... Ты всё время на эмоциях, обсуждение вот это вот. Наркотики, мужчины и дети от разных отцов. Случайный секс. Лечен без любви, утро все забиты. Люди-инвалиды, люди-инвалиды. Юля Волкова девочка, которая обладает громадной энергетикой, сексуальной. Сексуальной, очень обаятельной. Но есть опять-таки кино. Это девочка, которая эмоции опережает, эмоции возобладает над разом. То есть нетерпеливо, если опять-таки... Но зато честно. Но даже официально приняв ислам, она не отрицает. Её главная религия – она сама. И проповедовать она будет вовсе не по канонам и догмам. Мы приняли на себя такую ответственность помочь людям решить проблему внутренних каких-то комплексов. Правильно? Потому что в момент поцелуев очень много людей звонили и говорили, «Блин, спасибо! Я вот с мальчиком живу. И мне казалось, что это ненормально. А вы открыли для меня этот мир. Так что это нормально. Я тоже человек, понимаешь, который имеет право там на это существование». Но на самом деле, уверен экстрасенс Валентин Дивин, ни о какой высшей миссии девочки тогда даже не думали. «Тогда, когда они были 16-летними, она работала, можно сказать, под управлением, забыл фамилию его, Шаповалов, да? Шаповалов. Они как марионетки в его руках. Вот он говорил, делайте так, делайте так. Он сам управлял ими». Они делали всё, что говорил им Шаповалов. Легко перешагнули через все нормы. И за это им отлично платили. «Но он их абсолютно не, так сказать, не насиловал своими идеями. Понимаете? Он их не насиловал. Он всё время, он был хороший ещё психолог, между прочим». Нумеролог уверена, Юля гналась за удовольствиями и деньгами. А вот Лене нужна была ещё и слава. «Конечно, при всём, при том, что она, знак известности у неё был написан в программе, но есть ещё отрицательные качества её характера. Это упёртость, потому что она настолько категорична, что спорить с такими людьми бесполезно». Но сегодня группа «Тату» снова вместе. Пусть даже ради одного выхода на сцену. Фанаты всё равно надеются, это выступление может положить начало второй волне популярности дуэта. «От кого зависит будущее группы «Тату»?» «Признается ли Лена Катина в том, что скучает по прошлому?» «Я скучаю по этому времени». «И почему Юля Волкова расплакалась прямо на сцене?» «Смотрите после рекламы». Через полчаса они сядут в одну машину. Разделят одну гримёрку на двоих. «Он уже много её чувствует, у него там уже пальцы в тапах». А потом взорвут зал. «Тату» КОНЕЦ И никто даже не догадается, что всего за пару часов до выступления они едва не отказались от всего. Внимательно посмотрите на руки девушек. Лена буквально выдергивает свою руку из Юлиной. Через минуту Волкова снова попытается дотронуться до когда-то близкого человека. Лена вырывается чуть ли не силой. У Юли текут слезы. Она обнимает Лену в надежде, что-то оттает. Но чуда не произошло. Ай, а мы знаешь, как можем произвести? Елена, характер, конечно, не из легких. Почему? Потому что девочка носитель знака известности. Они вместе уже выступили на всех крупных мировых площадках. И получили всевозможные награды. На этом видео девушки благодарят поклонников из Китая. Благодаря им альбомы группы получают статусы золотых в Поднебесной. В каждой стране они обещали фанатам, мы еще вернемся. Да. Я скучаю по этому времени. Может быть, Лена смягчится и поверит Юле. Она может сказать, ты знаешь, никак я это не вижу. После выступления у них расписана каждая минута. Интервью на радио и перед телекамерами. Вместо того, чтобы обсудить, как все прошло, девушки только ругают организаторов. Блин, у меня на максимум, мне эта вещь орала. Я думала, у меня уши просто каюкнутся прям. Не то, что было со звуком, да? Либо с микрофоном, что ли, да? А дальше Лена просто запрещает задавать ей любые вопросы. Не выяснись, пожалуйста, мне надо. В такой обстановке совсем не до разговоров о главном. Ты знаешь, для начала мне хочется узнать ее новую. И открыть мне какие-то качества, о которых, может быть, она даже сама не знает. Мне хочется ее как-то вот, ну, реанимировать, что ли, вот как-то так, наверное. А это уже совсем другие эмоции. Ты знаешь, больше душа на сцене, знаешь? Что и должно было быть. Чтобы больше заполнивать. Прогаешь, прогаешь, прогаешь. Прогаешь, прогаешь. Прогаешь, на прогаешь. Прогаешь, потрогать ее. Не поцеловаться на какой-то вот... В какой-то момент Юля забывает, что ее снимают и говорит все как есть. Она в отчаянии от той стены, которую Лена выстроила между ними. Вот это вот... Вот это вот... Вот что такое... Это вообще-то к чему? Эта эмоция, она куда обращена? Лена полностью ушла в сольный проект. И без сожаления переступила через Юлины чувства. Лена Катина, она тоже заряжена. Но у нее там проблемы будут с деньгами в Америке. Вот вы говорите, о будущем какие? У нее будут проблемы. Где-то там в ближайшие... В ближайшие два года. Вот сейчас ответ идет мне. Два, два, три, два, два с небольшим. Какие-то проблемы возникнут. Но она будет продолжать стремиться к тому, чтобы что-то оригинальное придумать. А там очень сложно придумать что-то оригинальное в Америке. Очень сложно протолкнуть это оригинальное. Валентин Дивин уверен. Юля зря так сильно переживает. В ближайшее время у нее все будет хорошо. Гораздо лучше, чем у Лены. Я смотрю ее перспективу. Она ведь, между прочим, продолжает петь. Я вот так чувствую. Она поет. Она не записывается даже еще. Но она будет действовать в рамках новых каких-то необычных подходов. Непростых песен, таких скучных. Вы знаете, вот-вот, ты меня любишь, я не люблю, тогда все. Она что-то будет искать все время новое. Я. И у нее будут эти песни. Необычные. Вот она в творческом смысле очень энергетически зараженная. Почему нумеролог уверен в том, что Юля и Лена всегда будут рядом? У них даже, оказывается, связь с прошлой жизнью будет. И как страшный диагноз изменил властного продюсера группы Тату? Единственное, что сейчас полегче ему в память, через 6 месяцев после дня рождения. И что увидел экстрасенс в будущем повзрослевших Татушек? А сейчас люди, жаждущие видеть их опять вдвоем, зачаровываются. Смотрите после рекламы. В этот день Юля несколько раз пытается поговорить с Леной. Но та пока не готова. После выступления Лена почти сутки добирается домой, в родную же Лос-Анджелес. А, окей. На прогулке по любимому пляжу она начинает вспоминать прошлое. Их с Юлей общее. Вот, собственно, это место, где мы, по-моему, с Юлькой покупали мороженое. Тут сейчас почему-то одни пиццы и что-то еще. Но вот, в принципе, мы сюда приезжали вот на роликах к этому месту и покупали здесь мороженое. Нумеролог Клара Кузденбаева уверена, девочки еще обязательно встретятся. Ведь в жизненном коде у обеих есть то, что-то большее, чем различие или схожесть. Когда жизненный код начинается с одинаковых цифр, это говорит о том, что у таких людей идет связь с прошлой жизнью. То есть жизненный код начинается с Юли семерки и у Елены семерки. Вторая цифра идет в девятки, то есть это говорит о том, что 79 у Юлии и также 79 у Елены, у них жизненный код начинается в двух цифр одинаково. Вообще, самоудивительно. И, как правило, это говорит о том, что эта связь идет с прошлой жизнью. То есть две жизни подряд до этой жизни, то есть две реинкарнации, они были рядом. Это я сейчас увидела удивительно, да? Да, вот что было с вами. Мы спрашиваем у Клары, может ли случиться так, что уже в этом году группа «Тату» снова взорвет хит-парады. 28 мая Ивану Шаповалу исполнилось 47 лет. И по жизненному коду, а его жизненный код – 275-240. Значит, 28 мая Ивану Шаповалу исполнилось 47 лет, он вошел в ноль. А год у человека начинается через 13 дней после дня рождения. На самом деле, у него период спада пошел с 28 января этого года, с полных 46, когда он начал спускаться к нулю. Конечно, период нуля, конечно, это год спада. Поэтому это год для него неудачный. И это мягко сказано. В этом году Иван впервые в жизни понимает – будущего у него может не быть. Вы свое будущее как представляете себя? Он думает почти минуту. Кажется, ответ на этот вопрос пугает его больше всего. Но он знает – надо верить в себя, несмотря ни на что. По-разному, по-разному можно заглядывать в будущее, но вот лучше говорить о настоящем. Нумеролог смотрит индивидуальный код Ивана. Она верит, Ивану под силу победить болезнь. Единственное, что сейчас полегче ему станет, через 6 месяцев после дня рождения, это с 28 января, когда он начнет подниматься на двое. Главное для него – не сдаваться. Особенно в этом 2013 году. Ведь для всех, кто связан с группой Тату, он станет годом борьбы и разочарований. Год 13 – это год, вообще на самом деле, считается интригой. Это год болезни. Это год спада. Экстрасенс Валентин Дивин говорит о сложностях в общении Юли и Лены. Они будут общаться и пытаться что-то придумать вместе. Но это будет очень сложно. Это будет очень проблематично. Я вижу пока. Вот сейчас. Не такой уж я сильный пророк. Но вот. Года 4. Вот это будет взаимо, так сказать, творческое всплытие у зрительского аудитории. Взаимное будет. Года 4-3. Не меньше. Поклонники уже прождали их возвращение на сцену целых 4 года. И если надо, подождут еще столько же. Станет ли Тату единым организмом? Смогут ли Юля и Лена выжить без сильного продюсера? Придумать то, что снова заставит весь мир вздрогнуть? Многие сомневаются. Но только не Волкова Скатина. КОНЕЦ Распространяйте! Продолжение следует...